Временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев укрепил свои позиции в первом дивизионе лидеров рейтинга глав субъектов Российской Федерации, проведенном Федеральным Центром Информационных Коммуникаций «Рейтинг». Согласно исследованию, по итогам июля-августа Михаил Игнатьев поднялся на четыре позиции и занял 21 место. Итоги рейтинга нашей телерадиокомпании прокомментировала депутат Госдумы Алена Аршинова. Это действительно приятно, что Михаил Васильевич Игнатьев как лидер, как временно исполняющий обязанности главы республики укрепился в рейтинге на четыре позиции, заняв 21 строчку в национальном рейтинге. Я считаю, что это значительный успех, и если работа будет столь же эффективной и будет продолжаться в том же темпе, я думаю, что можно предположить, что такая положительная тенденция сохранится. Чем это объясняется, такой успех? Это последовательная политика, которая, на мой взгляд, реализуется направлением и с акцентом на улучшение инвестиционной привлекательности республики. Мы помним, что Чувашская республика была отмечена президентом России Владимиром Путиным как регион, который вошел в топ-10 самых инвестиционно-привлекательных регионов России, заняв девятую строчку. И мы видим, что в регионе становится все больше иностранных инвесторов, и это говорит как минимум о том, что Чуваша – это надежный партнер в реализации инвестиционных проектов и бизнес-проектов. Мы видим, что Михаил Игнатьев делает ставку на командную работу. Это слаженная работа с опорой на национальное правительство, на депутатский корпус госсовета и на плотное сотрудничество с правительством Российской Федерации и с корпусом депутатов Государственной Думы и конкретно членов Совета Федерации. И что самое главное, чувствуется, что Михаил Васильевич не боится браться за большие проекты, и он делает Чувашию часто стартовой пилотной площадкой для больших федеральных проектов, и, что тоже важно, откликается на большие всероссийские масштабные проекты, в том числе и образовательные.